26 июня в Прибайкальском районе утонул ребёнок. Известно, что около 6 часов вечера девочка 13 лет купалась в искусственном водоёме близ села Лиственичная. Держась за край надувной лодки, которую управляла её младшая сестра, вероятно, в какой-то момент девочка решила плыть самостоятельно, но потеряв опору под ногами, ребёнок, к сожалению, утонул. На берегу в это время находились родители девочки, но помочь ребёнку они не смогли. Глубина в месте трагедии составляет около 3 метров. Только с начала лета на водных объектах республики уже утонули 5 человек, включая этот трагический случай. Уважаемые жители республики, наступил купальный сезон. Наши дети активно стали посещать водоёмы. Находясь на воде без присмотра, они подвергают свою жизнь опасности. Обязанности взрослых – предупредить трагедию, рассказав детям, как вести себя у воды. Выезжая на отдых к реке, следите, где находятся ваши дети. Разъясните им опасность, которую таит в себе водная стихия. Движемся далее. В поселье Иволгинского района в 14.44 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании строительного магазина в ДНТ «Жемчуг». К месту пожара были направлены 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Очаг ликвидирован на площади более 100 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Известно, что пострадавших нет. К другим новостям. На площади революции снова появились запрещенные растения. В предыдущий раз в мае были проделаны работы по прополке и удалению сорной травы. Вероятно, из-за того, что грунт смешан с семенами, исправить ситуацию с первого раза не удалось. В подрядной организации были проведены работы по гарантийному случаю, именно по досадке зеленой изгороди, зеленых насаждений на клумбе. Сегодня у нас проходит комиссионное обследование, и подрядная организация будет удалять неприжившиеся саженцы, будет проводить полную замену клумбы. И к концу следующей недели мы восстановим, получается, благоустройство на этой клумбе. К происшествиям на дороге. По словам аварийных комиссаров, ДТП произошло на развязке в аэропорт. Ниссан Марч, управляемый водителем в сильном алкогольном опьянении, совершил столкновение с Лексус РХ-350. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. К счастью, пострадавших нет. Пьяного пассажира выгнали из трамвая, после чего он угодил под колеса машины. Все это случилось на улице Бабушкина. По счастливому стечению обстоятельств мужчина остался жив. Егор Кокорин, Новости дня.